ДРОЙДЕР ШОУ Представитель компании Apple заявил, что Samsung копирит очень многие элементы дизайна iPhone и iPad. В том числе корпус, пользовательский интерфейс, коробку и даже разъем. Что ж, давайте посмотрим на все эти вещи по очереди, взглянув на представителя Samsung Galaxy Tab 10.1. Если смотреть на лицевую часть устройства, можно действительно сказать, что он похож на iPad. Такие же черные поля здесь и блестящая каемка. Но соотношение сторон экрана совсем другое, 16 на 9 и нету традиционной для Apple кнопки вот здесь. Если посмотреть по другим углам на Samsung Galaxy Tab, то сразу видно, что это не iPad, это другой девайс. Что касается интерфейсов, то если называть копированием возможность перелистывания экранов вот таким образом, то можно зайти, наверное, очень далеко. Ну а что касается коробок разъемов, на мой взгляд, это вообще находится за гранью добра и зла. Чем же это кончится? На 25 августа назначен пересмотр этого дела, в результате которого Samsung, скорее всего, добьется своего. Почему? Во-первых, Samsung и Apple являются крупными партнерами в плане поставки различных компонентов электронной техники. Во-вторых, те сходства, о которых мы говорили, явно не тянут на то, чтобы запрещать продажу всех устройств по Европе. Ну и, наконец, у нас есть пример компаний Sony LG, которые буквально на этой неделе также вышли мирно из похожей истории. Там тоже был запрет продаж устройств, были огромные штрафы, тем не менее, компании смогли договориться. Ребята, давайте жить дружно. Что касается планшета Samsung Galaxy Tab 8.9, скорее всего, ему ничего не угрожает. Ну а в России продажи нового планшета X начнутся, вероятнее всего, по расписанию, как и было запланировано. За прошедшую неделю на фондовой бирже больше всех повезло компании Motorola, плюс 9,5%. Ну а самым неудачником оказался Samsung, по понятным причинам, минус 9%. Вторая новость сегодня посвящена свежей версии системы Android, Ice Cream Sandwich. Немного приоткрылась завеса тайны, и в сеть утекли несколько скриншотов бета-версии системы. Из снимков видно, что изменения не столь существенны. Слегка обновились иконки в строке оповещений, также изменился док системы, появилась странная круглая кнопка, назначение которой пока неизвестно. Но, скорее всего, она будет переключать между запущенными приложениями. Но все же часть полученных снимков закрыта черными квадратами. Кто знает, что за ними спрятал Google. Также просочилась немного информации о функционале. В новой версии системы в камере появится режим панорамы, Gmail клиент будет сильно переработан. Первым устройством с новой версией системы будет Nexus Prime, но Nexus S также получит это обновление, как и другие аппараты этого года. Непонятно, действительно ли это была утечка, или Google специально выложил скриншоты в сеть, чтобы получить обратную связь. Так вот, наш фидбэк такой. Скриншоты пока очень сырые, и система явно дотягивает только до версии 2.4, не выше. А теперь мы расскажем о гаджетах прошедшей недели. В продажу поступил первый 7-дюймовый планшет на Android Honeycomb. Производителем планшета является компания Acer, а называется он Iconia Tab A100. Работать он будет на двухъядерной платформе NVIDIA Tegra 2, но будет иметь один достаточно неприятный недостаток. Емкость его батареи составляет 1530 мАч, что достаточно мало для такого устройства. Зато цена его составляет всего 350 долларов за Wi-Fi-версию. Компания RIM, скорее всего, выпустит в следующем году новый смартфон BlackBerry Colt, и работать он будет на операционной системе QNX. На данный момент на этой операционке работает планшет Playbook от компании. По всей видимости, в RIM поняли серьезность того положения, в котором компания оказывается. Их продажи падают, в том числе и на рынках Северной Америки. И при помощи такого хода компания пытается вернуть свои былые позиции. Линейка экстремальных смартфонов от Samsung X-Cover пополнилась Android-обитателем. Смартфон соответствует сертификатам IP67 и поэтому может пробыть под водой до 30 минут на глубине не более 1 метра. При этом он защищен от падений, царапин и пыли. А теперь вопрос недели. В прошлый раз мы спрашивали вас об iPhone 5, теперь расскажите нам, что вы хотите видеть в новой версии Android Ice Cream Sandwich. Это все на сегодня. Droider Show уходит в небольшой отпуск, и следующий выпуск будет через две недели. С вами были Валерий Истышев и Борис Веденский. До встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok